Планета обезьян Самое главное, он напрямую связан с оригинальными фильмами прошлого столетия. Сегодня мы разберем оба вышедших трейлера, потому что авторы готовят нам новую трилогию и им точно есть чем нас удивить. Устраивайтесь поудобнее, потому что будет, как всегда, интересно. В далеком 1968 году на экраны вышел оригинальный фильм под названием «Планета обезьян». В нем зрителям показали историю, происходящую в будущем, когда космический корабль землян потерпел крушение на неизвестной планете, похожей на Землю. Однако люди на ней деградировали до животного состояния, а обезьяны, наоборот, заняли их место. Фильм, кстати, получил номинацию на Оскар за визуальные эффекты, собрал неплохую кассу и, как следствие, породил еще пять продолжений. В 2001 году историю пытались перезапустить, позвав в режиссерское кресло Тима Бертона. А на главную роль взяли молодого Марка Уолберга. Однако ремейк оказался не то чтобы успешным с точки зрения сборов и зрительских оценок, поэтому остался стоять в сторонке. А вот с 2011 начался уже современный виток франшизы с фильма «Восстание планеты обезьян». В центре сюжета, как вы помните, была история о шимпанзе по имени Цезарь. Его интеллект стал развиваться невероятно быстро благодаря экспериментальному препарату, правда, который в итоге привел к вымиранию человечества. На протяжении трех фильмов мы увидели, как обезьяны боролись за свое место в мире с остатками людей и к чему это в итоге привело. В этом году потомки Цезаря продолжают вести борьбу за то, чтобы стать доминирующим видом на планете. Люди же превратились в диких существ, очень похожих на тех, что были в оригинальном фильме 68-го года. Действие нового царства происходит спустя десятилетия после войны, когда человечество было практически уничтожено обезьяньим-гриппом. С тех пор возникло много обществ обезьян, каждая из которых следует разным интерпретациям учения Цезаря. Некоторые из этих сообществ искажают его идеи и порабощают других обезьян, а заодно и оставшихся людей. Главным героем новой трилогии является Ноа. Он живет в одном из таких сообществ, в котором управляет Титан Проксимус Цезарь. После выхода первого трейлера считалось, что главным героем будет Корнелиус, тот самый сын Цезаря, который возглавил обезьян в финале третьего фильма. Однако действие нового царства происходит спустя столетия после предыдущего фильма, а значит, Корнелиус давно умер. Экранную пару ему составит Мэй в исполнении Фрей Аллан, которую многие помнят по роли Цири из Ведьмака. Она является человеком, с которой Ноа вынужден объединиться, чтобы сбежать от власти тирана. Зачем именно она нужна Проксимусу, не ясно, но намеки на это есть. Мы разберем их чуть дальше. Свежий трейлер подтверждает, что действие нового фильма происходит в рамках франшизы, а не перезапускает ее. Хронология этой вселенной может быть очень запутанной, особенно потому, что в оригинальных фильмах были разные виды путешествий во времени. Современная трилогия о Цезаре содержит множество связей с предыдущей сагой, но воспринимается как отдельная история. Что самое интересное, она является не только перезапуском, но и приквелом к оригинальным фильмам. Дело в том, что события планеты обезьян 68-го года происходили в 3978 году на нашей планете. И они еще не были охвачены новой трилогией, но все идет именно к этому. События четвертого фильма разворачиваются через 300 лет после войны за планету обезьян. Такой скачок во времени означает, что новое царствие сможет показать мир, который создал Цезарь. А значит, в скором времени современные фильмы в конечном итоге дойдут до хронологии оригинальных картин. С этой точки зрения четвертая часть нашла идеальный баланс, встав между трилогией о Цезаре и классическими фильмами. Все трейлеры и постеры нового царства отсылают нас к истории Цезаря, но указывают на начало совершенно новой истории. Рождение планеты обезьян происходит не в течение пары десятилетий, а через столетия. Именно поэтому так хорошо работает то, что действие произойдет спустя 300 лет. Интересно, что новое царство уже гораздо больше напоминает оригинальные фильмы, чем вся предыдущая трилогия. Ведь в ней почти не было той самой планеты обезьян. В центре всегда была история о падении человечества, происходящее одновременно с подъемом общества обезьян. Теперь же сюжет будет происходить в мире, где обезьяны являются доминирующим видом. Ровно так же, как и в оригинальном фильме и фильме с Марком Уолбергом. С этой стороны такое положение на временной шкале позволяет новой трилогии рассказать собственную историю, не слишком беспокоясь о том, что произойдет до или после нее. Новое царство может стать идеальным мостом между историей Цезаря и миром оригинальной саги, закончившись прибытием астронавтов. Правда, здесь не все так очевидно. В новом трейлере есть несколько намеков на то, что Фрейя Аллан играет того самого астронавта из оригинального фильма. Например, она носит другую одежду, которая явно отличается от того, что носят все остальные люди. Поэтому она выглядит гораздо менее примитивной. В то время как все носят явно самодельную одежду, сделанную из тряпок, Мэй носит современную майку и брюки. Конечно, этот выбор костюма мог быть сделан специально, чтобы отделить героиню от остальных. Но в то же время это может означать, что она каким-то образом прибыла на эту планету в этот временной промежуток. В трейлере также есть кадр, показывающий полуразрушенную обсерваторию в обстановке постапокалипсиса. Мэй бродит по руинам обсерватории и смотрит в телескоп, заросший растительностью. И это может быть как намеком на то, что астронавты скоро прибудут на Землю, так и на то, что сама Мэй одна из них. Только она проскользнула через вихрь времени и оказалась на Земле будущего с разумными обезьянами. И именно по этой причине Проксимус и жаждет поймать девушку, чтобы узнать от нее как можно больше. Если эта теория верна и новое царство вращается вокруг сбитых с толку астронавтов, то перед нами полноценный ремейк оригинальной саги. Ведь в нем астронавт Джордж Тейлор таинственным образом путешествовал во времени и приземлился на чужой планете, наполненной верховыми обезьянами, которые поработили оставшихся гуманоидов. В финальной сцене он был шокирован, обнаружив, что планета, на которую он приземлился, была антиутопической Землей, когда увидел статую свободы. Только в новой версии этой истории Мэй будет астронавтом, который путешествовал во времени и вернулся на незнакомую футуристическую Землю. И это имело бы смысл, учитывая, какое большое значение в трейлерах передается персонажу Фрейи Аллан. Такой поворот официально завершит приквелы и вернется к исходной сюжетной линии конфликтов человека с обезьянами в далеком будущем. Ну а Мэй, естественно, будет главным героем будущей трилогии. Это также окажет большое влияние на собственную историю нового царства, потому что появление новых людей с передовыми технологиями отразится на планах Проксимуса. Трейлер показал, что он хочет захватить все оставшиеся человеческие технологии и поработить оставшихся людей. Выживших достаточно легко поймать, потому что они регрессировали до примитивного состояния. Но если новые люди прибудут из космоса с высокотехнологичным космическим кораблем в своем распоряжении, тогда у людей появится шанс противостоять тирании Проксимуса. Хотя это звучит как интересная перспектива вернуться к оригинальной истории, сейчас для этого может быть слишком рано. Все-таки появление астронавтов в первом фильме загонит новую трилогию в рамки, и ей некуда будет больше развиваться. Вдобавок ко всему, Фрея Аллан слишком молода, чтобы быть полноценным астронавтом, поэтому, как мы первоначально говорили, четвертая часть займет промежуточное место между приквелами про Цезаря и оригинальными фильмами. Интересно, что история франшизы прямо сейчас активно развивается в комиксах, которые выпускает не кто-нибудь, а сама Марвел. Мы уже видели такой ход в том же Безумном Максе, когда предысторию Фуриосы раскрывали подобным образом. И нужно сказать, что в комиксах содержится много всего интересного. Например, показывают часть карты, где можно увидеть расположение города обезьян и некой запретной зоны, в которой расположена статуя свободы. В оригинальных фильмах запретная зона была областью опасностей и тайн, и когда Джордж Тейлор рискнул туда попасть, он обнаружил руины статуи свободы в финальной сцене. Сейчас Марвел дает фанатам представление о том, что еще там находится. Кроме того, на карте есть некая Империя Гоминид, с которой, скорее всего, столкнутся известные нам обезьяны. В общем, интересных деталей и теорий хоть отбавляй. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы разобрали их, обязательно напишите об этом в комментах. Режиссером нового царства является Уэс Болл, за плечами которого стоит трилогия «Бегущие в лабиринте». Иными словами, он прекрасно знает, как нужно снимать постапокалипсис с интересной центральной идеей. К сожалению, для многих фанатов в актерский состав четвертого фильма не входит легендарный Энди Сёркис. Именно он исполнил в свое время роль Цезаря, который был в центре внимания каждого фильма перезапуска франшизы. И хотя Мэтр не принимает участие в проекте, судя по трейлерам, CGI обезьян выглядит весьма убедительно. Первоначально запланированной датой выхода ленты было 24 мая 2024 года. Однако релиз был перенесен, чтобы избежать конкуренции с Фуриосой. Теперь же продолжение обезьяньей саги выйдет 10 мая этого года, а значит ждать осталось совсем недолго. Планета обезьян, новое царство является одним из самых ожидаемых проектов этого года. Современная трилогия была крепким блокбастером с запоминающимися героями и интересной историей. Будем надеяться, что четвертая часть не подведет. Обязательно напишите в комментариях ваши ожидания от предстоящего проекта. Ну а на сегодня это все, друзья. Увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»!